Добрый день, уважаемые участники группы Остала. К вашему вниманию предлагается доклад о развитии технологии и разработке в России. Доклад содержит историю информации исторического плана о сравнении тех технологий в трех проектах и с вами производящихся данное время и тенденции развития и конечно развития технологии. Начнем с истории. Советский Союз это, пожалуй, одна из многих стран, которая изначально с момента появления атомной энергетики приняла тенденцию, пульс на замыкание ядерного патронового цифра, так же, как и Франция. И последовательно шел по этому пути. На этом слайде вы видите информацию исторического плана. Могу только сказать, что диалоги создания завода РТ-1 сводилась к тому, что предприятие должно было стать как опытно-промышленный завод на основе опыта, который должен был быть приобретен в рамках деятельности этого завода, должно было осуждено быть два мощных перерабатывающих комплекса. Один на горно-химическом кабинете, мощностью 1500 тонн для переработки РТ-1000. И так называемый РТ-3 на маяке для переработки топлива РБМК РТ-1000. Но этим планом не суждено было сбиться. И основные две причины, которые этого препятствовали, это первое, запасы разведываемого урана оказалось значительно больше, чем было прогнозировано в начале. Помимо этого, огромное количество урана, используясь в оборонных программах, было направлено в мирную энергетику. И второй момент, безусловно, это аварии, которые вызывали в определенные моменты времени стагнацию развития атомной энергетики. На данном слайде представлены те масштабы детства, которые мы сейчас имеем с точки зрения накопления топлива, как в целом мире, так и по России. На карте России изображены те источники образования энергетического топлива, которые у нас есть. На этом слайде представлены основные направления деятельности завода РТ-1. Это то, что перерабатывает сейчас РТ-1, это наработка готовой продукции. Но и главное, это те результаты, которые за 38 лет достигнут этот период. То есть, несмотря на опытно-промышленный характер этого производства, было переработано более 5600 топлива, что составляет около 20% от всего накопления, что, кстати, корреспондирует с общей ситуацией в мире. Второй проект, история создания которого относит нас к началу 2000-х годов. В основе этой инициативы выступил департамент обращения в САЭК, именно от Минатова в то время, и руководство горно-химического комбината. Задуман этот проект был как опытное производство для создания высокоэффективной технологии топлива РТ-1000. Впоследствии этот проект модернизировался, он трансформировался в создание уже опытного промышленного производства с развития с 250 тонн, как пусковой комплекс второй этап АТО, 400 тонн. И в чем особенность этого проекта? Это монотехнология, заточенная под исключительно высокие показатели, экологические и экономические. И, наконец, третий проект, проект «Прорыв». Его историю я бы отнес к 2000 году, когда в мае 2000 года правительством России была одобрена, утверждена концепция развития атома, стратегия развития атомной энергетики. И на саммите тысячелетия, в 76 сентября, Владимир Владимирович Путин ее донес до мирового сообщества. Вот это, правной пункт вот этого проекта. В основе него лежит создание источника на основе реактора быстрого дронов с присутствующей естественной безопасностью. О них, в особенности обращения стоплива, я скажу попозже, как этого проекта. Теперь я остановлюсь очень коротко на технологических особенностях этих проектов. Если говорить о заводе РТ-1, то в основе него лежит модифицированный турекс-процесс, нацеленный на получение трехцедевых продуктов по Антуту и Антуту. Исключительной особенностью и такой характерной является универсальность этого завода, который позволяет перерабатывать топливо не только в очень широком диапазоне конструкции АТВС, но также и топливных композиций. В ближайшее время, несколько докладов еще будут все представлены, возможности завода будут доведены до абсолютно, то есть все топливные композиции, известные в России, будут перерабатываться на заводе. Значит, это вот основа. Помимо этого, важно отметить, что в рамках завода, может быть, это немножко другой спектр, освоены все схемы транспортировки топлива, то есть помимо известного железнодорожного, морского, автоперевозки, освоено перевозка топлива авиатранспортом. И вот 24 сентября состоялось уникальное событие, когда из Узбекистана было вывезено обученное топливо-растворного реактора, такого у меня еще не было, в полном соответствии с воздушным транспортом, в полном соответствии со всеми требованиями безопасности. Это стало возможно благодаря нашим партнерам СФЦРБ и СОСИБ. Теперь не могу не остановиться на опыте эксплуатации промышленной установки фракционирования. В 1997 году в партнерстве с Радиоинститутом была создана опытная промышленная установка фракционирования, которая помогла и работать более 1000 кубических метров накопленных технологий, которые напрямую будут использоваться в перспективных быстрых реакторах. И, в принципе, здесь не исключение. Но что произошло? Исключительно высокие требования, поставленные заказчикам, вот в правой части слайды вы видите эти требования, особенно в плане содержания малых активных в РАО, и в том числе требования фракционирования, сделав фактически невозможным решить эти задачи только в рамках перохимии. И вот гибридная схема, которая в конечном итоге сейчас уже развивается и реализуется, это, пожалуй, единственный выход убить всех зайцев, так скажем. Вот теперь на чем хотелось бы остановиться. Вы можете увидеть, что на этом слайде представлено, что гидрометаллургия, а также как и перохимия, газофторидные методы стали развиваться примерно в одно и то же время. И надо сказать, что изначально, конечно, это были оборонные интересы, но надо сказать, что за прошедшие 60 лет ни перохимий, ни газофторидный процесс перед применением переработки АЯК так и не вываливались вперед. То есть на данный момент, несмотря ни на что, гидрометаллургия остается базовой технологией переработки топлива практически во всех новых схемах. При этом это не означает, что поиски новой технологической базы должны быть остановлены ни в коем мере. Значит, на данном слайде представлено условное сравнение трех наших технологий в качестве репера выбраны, точнее сказать, технология АЛИВЫ. Значит, сравнивать эти технологии крайне сложно. Это разные совершенно весной категории, разные цели, разные масштабы, но тем не менее. На основе этого сравнения можно отметить несколько компенсов. Первое – это использование, безусловно, гидрометаллургии. Второе – это требования, тенденции прекращения сбросов, иммунизации этих сбросов. И третье – это появление требований по фракционированию. В этом направлении сейчас достаточно активно все ведущие центры разрабатывающие технологии работают. Что касаемо завода РТ-1, вкратце хочу отметить, что в рамках реализации ФЦП и РВ-1 реализована очень большая работа по повышению экологических показателей. Это конкретно, что сделано. Многократно, так же, как и специалисты АЛИВЫ, мы работаем над сокращением образования РАУ. За последние годы сокращение составило порядка 10 раз по всем направлениям КРН-ВАУ. УВАУ, КРН-ВАУ, 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 КРН-ВАУ. Значит, это первый момент. Практически все САУ в настоящее время перерабатываются методом истеклоума, за исключением коррозионной опасности. Эта проблема коррозионной опасности в настоящее время будет решена. И уже длительное время работает импутная промышленная установка переработки НАУ, которая в ближайшее время, примерно третья, или даже половина иногда образованирующихся НАУ перерабатывается. В основном, в ближайшее время она будет расширена и возможности, и до превращения сбросов низкоактивных отходов. Так, следующий слайд. И вот теперь тенденция развития переработки. Достаточно важный и интересный слайд, на котором в левой части мы видим тенденции, которые сейчас всячески все специалисты воспринимают и развивают. Это я бы назвал французской идеологией, которая была заложена в основном КОЭК с процессом. Это интегрирование процесса производства топлива с процессом переработки. Здесь большой экономический эффект ожидается не только за счет прекращения и перевозок между объектами, но главным образом за счет объединения технологий по переобращению с РАУ. Эффект действительно здесь очень большой. И, наконец, правая сторона, это исключительно русская идеология, это использование фракционирования. Фракционирование, которое позволяет минимизировать количество образующихся ВАУ, а в идеале, скажем такой, в предельном своем тенденции вообще получить возможность не захоронять высокактивные РАУ за счет внедрения технологий фракционирования. Вот это вот отдельный доклад, который будет панч, доложит, он в своем докладе это поднимет, обязательно разойдет эту идею. И теперь немножко о стратегиях завода развития завода РТ1. В основе лежит развитие технологий обращения с РАУ. И это не только повышение экологических показателей самого завода, но и решение всех накопленных проблем, которые на манике образовались. Это многоцелевая задача. И расширение новинклатуры перерабатываемого топлива до абсолюта, то есть планируется перерабатывать все топливные композиции, позволит дозагрузить эффективные мощности завода и получить высокие экономические показатели снижения себестоимости и сделать уступку по переработке топлива экономически более привлекательной. Вот то, что касается новинклорного расширения новинклатуры, важно ответить, что за последние годы РТ1 сильно уже освоил многие композиции. Это уран-дейберили, уран-маритен, металлический уран. И вот на этом слайде представлены ближайшие проекты, которые будут реализованы и с 2017 года вот такая возможность у ЗАУРа появится. И теперь, наконец, вот о трех этапах развития технологии переработки топлива. Вот все развитие технологии, оно шло от создания универсальных технологий к специализированным. Вот эти этапы мы проходим постепенно. Что важно отметить, что вот в настоящее время мы находимся в начале второго этапа. Это этап перехода к масштабной переработке тепловых реакторов с целью перехода и загрузки быстрых реакторов. Но что интересно, что все три этапа, которые были, три технологии, о которых я сегодня рассказал, они отвечают всем прям вот этим вот этапам. То есть Россия получается чуть ли не единственная страна, которая старается забынуть за горизонт. Что касается того этапа, где мы сейчас находимся, это начало второго, я его прогнозирую более длительный. Потому что, безусловно, быстрого перехода к использованию быстрых реакторов не будет. И вот сейчас мы находимся как раз в начале перехода к специализированным технологиям. Ну и наконец, что хочется сказать. В России сейчас создается уникальная, не имеющая в мире гибкая технология обращения с АЯТО. Посмотрите, вот если перечислять, подряд. На Сибирь и на горно-химическом комбинате созданы на сухий комплекс сухих хранилищ. Планируется создание референтного модульного контейнерного хранения топлива. На маяке освоены и будут осваиваться все больше и больше на литературу перерабатываемого топлива. Материал, то есть плутония, выделяемый на маяке, уже начал направляться на горно-химический комбинат для производства мокс-топлива на новом производстве, которое было пущено в сентябре месяце. Планируется создание ОДЦ с исключительно высокими показателями по экономике и экологии. Опять-таки, проект «Прорыв» — это тот проект, который призван заглянуть за горизонт. Поэтому аналогов, аналогов ситуации в России, пожалуй, во всем мире нет. Ну и завершая свой доклад, хотел бы сказать, что на данном слайде представлены, скажем так, горизонты в пределах 25-го года, что мы будем иметь по результатам всего, о чем я говорил, что будет реализовываться. Я могу сказать, что отечественной науке, отечественному производству, там есть чем гордиться. По аналогов тому, что сейчас реализуется, нет, и в соответствии с одной из ценностей Росатома мы находимся на шахтах впереди. Пользуясь случаем, хочу поздравить с присутствием с завершением ОТЦП РБ-1, удачным совершеном и удачей в развитии нового ОТЦП. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...